приветствую вас уважаемые друзья меня зовут ростан ильин и рад вас видеть на своем канале сегодня я подготовил для вас небольшой практический пример который я хочу проделать вместе с вами пример иллюстрирует работу блогик сервера докер контейнера и как я уже говорил ранее мы начали полностью поддерживать платформу докер начиная с версии блогика 12.1.3 для начала необходимо убедиться что у вас имеется предустановленная простую докера я к примеру работаю операционной системе windows 10 и поэтому я использую докер десктур достаточно удобная утилита в работе умеет работать с родным windows контейнерами так и синукс и так для начала нам необходимо посетить сайт где хранятся все имиджи орокловых продуктов это такой аналог докер хаба вот она ссылочка я уже заранее по ней перешел здесь нам необходимо пройти авторизацию я ввожу свой пароль после чего я попадаю на страничку с сервисами первую очередь нам нужно перейти middleware здесь выбрать в блогик сервер и справа стороны вам необходимо подтвердить условия использования данного репозитория вот у меня уже эти слой подтвердены видите он пишет 17 апреля 1048 и поэтому мне это уже делать не нужно но вам это необходимо сделать да еще момент если у вас нет учетной записи тогда у нас будет пройти сначала регистрацию нашем сайте я вам покажу как это делается пример если перейдем режим инфогнинта по мне не помнит переходим на сайт видите я делаю санин и здесь вместо того чтобы эти системы создаем учетную запись но я думаю что у многих уже учетную запись на сайте оракова есть и поэтому этого делать не надо этого можно не делать кроме того что необходимо подтвердить условия использования мы можем посмотреть какие версии weblogic нам здесь доступны страничка очень полезно нам подробно объясняет разницу между различными версиями имиджей указывает подробно как используют эти имиджи как их запускать собственно то что мы как раз сейчас и будем делать теперь приступим непосредственно к практической части здесь для того чтобы начать работу необходимо провести ряд подготовительных процедур в первую очередь создать файл domain properties где указать credentials для старта нашего weblogic сервера перейдем в командную оболочку powershell для возможности работать с командной строки создадим территорию вебложек перейдем в самую территорию power show очень удобная оболочка она расширяет специальные возможности cmd мне она очень нравится какому-то использователю понятно что если вы используете linux тогда вы будете использовать оболочку bash так здесь мы укажем качестве веберного блога так вы можете сказать что угодно так вот команде он сохранили закрываем файл теперь а нам необходимо выполнить команду которая собственно скачивает и запускает имидж в облоджика так если выполню давайте посмотрим что она делает она за говорит докерран запускает докер фоновом режиме дитач дитач у кого первые порты на нашу локальную машину контейнера на наш хвост один порт у нас для домена другую порт для одни сервера под один сервера дальше мы монтируем папочку который находится нашем хвосте мы только что создали создали укажем ее укажем перемены окружение в зеркало файл чтобы прописывать полный путь далее укажем папочку веблогик так здесь вроде все правильно единственное что вместо слэша мы здесь поставим вот этот знак потому что мы здесь его понимаем указываем дальше наш хаб и в качестве тегом и пропишем вот эту версию бочек укажем более свежая четыре недели назад теперь смотрите что нам еще нужно сделать перед тем как начать скачивать наш имидж нам нужно будет еще сделать логин так как это у нас хаб арокловый и нам нужно команды строки создать сеанс подключения к этому хабу указываем его один расположен делаем логин так я уже авторизовался много раз он не запрос подобрал на эквенческих кэша после этого можем выполнять непосредственно саму команду докер ран так смотрим верно поехали ищет у нас сначала он ищет имидж локально потом начинает скачивать все имиджи которые собраны для веблоджика слой за слоем слой за слоем итак смотрим запустился ли наш контейнер а контейнер запущен пока не появился список процессов посмотрим его логи 964 так смотрим внимательно что он нам пишет открыт пор 9002 и открыты порты 7002 и 7001 для домена бейс домен которые запущены режиме разработчика отлично теперь попробуем попасть на нашу консоль набираем хтпс указываем IP адрес локального хоста указываем админ порт консоль отлично заходим под пользователем который мы указывали передачу нас ранее вот супер наша страничка управление веблоджиком открыта теперь давайте попробуем что-нибудь задепловать я уже скачал приложение тестовое приложение для этого любезно предоставлены мои коллеги может тоже воспользоваться им качество тестовое приложение для проверки деплоймента нажимаем install так указываем где находится наш файл закачиваем удаляем next next все принимаем по умолчанию finish отлично наше приложение спешно deploy статус ok встание активное теперь откроем саму страничку как мы помним порт нашего домена 7.0.1 приложение stamp pvp вот пожалуйста пример все успешно запустилось так уважаемые друзья на этом практическая часть закончена в следующем уроке я вам покажу еще более интересные фишки так что оставайтесь в моем канале видеть обновления всем спасибо всем пока спасибо 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 и